В предыдущем выпуске я рассказывал как обновить мультимедиа ED-Link на планшете и показывал оборудование WDS-2100, которым можно обновлять блоки у автомобиля BYD. Сегодня я обновлю те самые блоки, даже китайцам иногда приходится ехать на сервис и обновлять их с помощью этого прибора. В Украине такой уникальный прибор WDS-2100 точно есть у компании eDesire в Кропивницком. Вот сюда я и приехал для того, чтобы завершить комплекс обновления. Да, оборудование дорогое, но если вы в сервисный центр и предоставляете услуги по обслуживанию автомобиля BYD, то вы должны иметь его. Если меня смотрят компании или сервисные центры, напишите есть ли у вас WDS-2100 и оставьте свои контактные данные в комментариях. Думаю эта информация будет максимально полезная для многих. В этом выпуске я покажу как происходит обновление и диагностика блоков и при этом обновим сразу два сонфаса для рестайла. Вот же сьогодні хлопцы приехали для обновления и диагностики их BYD-сон. И будем сегодня тестовать на наявность помилок, обновлений и всего прочего. Будем ось таким приладом BYD, оригинал. А что он еще умеет? Взагалі то він тільки для BYD, для комерційного транспорта, вантаживок, легкових автомобилей, DMI, гибридов, оновлення, оновлення блоків, підчувати ключи, NFC-картки. Когда проводится замена агрегатов, можно их подчинять, адаптировать с автомобилем, чтобы не было каких-то помилок, або машина как-то лаялась на своего владеля. Тому будемо дивитись, что в нас выйдет, и які будуть на одній або на іншій автівці, з'являться по ним оновлення, або які в них будуть помилки. Хорошо, тогда будем начинать. Да, поехали. Первым обновлением сделаем моего сунгкласса. Все процедуры проводятся через диагностический разъем UBD. А там Е, это, Дисуси, Ханы появляются? Все. И начинают работать, да? Да. Собственно, ничего сложного. После подключения выбираем текущую модель автомобиля, а именно сунгкласс. И сразу запускаем сканирование модулей. Отлично видно, сколько их всего. В общем, там, где зеленая галочка, то все чудесно с этим блоком. Если цифра, то это количество ошибок за все время. И это не означает, что они сейчас есть. Надо заходить в каждый блок отдельно и проверять, это архивная или текущая ошибка. Допустим, есть ошибка по подушке безопасности. Зайдем в нее. И видим, что ошибка архивная. Единственное, не видно, когда она сработала. Но есть номер ошибки и краткое описание. Собственно, можно зайти и удалить ошибку, посмотреть информацию по модулю. Вот еще какая-то ошибка по зарядке. И ошибка по водительскому сидению. Проблема с мотором и проблема со связью. Но все это исторические ошибки. И возможно появились из-за проблем с 12-вольтовым аккумулятором. Почти в каждом блоке можно включить калибровку и провести тестирование по каким-то параметрам. Вот запустили калибровку сидения. Ездит в разные стороны и калибруется. А по результату получаем сообщение «Калибровка успешно». Для блока сидения, оказывается, есть еще и обновление. В этот момент на приборке появляется разная индикация. Блок успешно обновлен. Кстати, очень редко, но у меня сбивалось положение сидения. Возможно, это обновление решит этот момент. А у вас сидение когда-то включило? Напишите в комментариях. В общем, можно проверить многочисленные параметры. Вот сейчас можно наблюдать давление в цилиндре тормозов. Ну вот как раз интересный показатель. Дневные ходовые огни из 30 тысяч часов, которая им предначертано. 1957 уже как бы из расхода. Интересно даже просто понимать, да? Ну вот жизнь, то есть показывать даже такую информацию. Не знаю, насколько она важна вообще для людей. Понимать, сколько им нужно, когда им нужно менять или не нужно менять. А вот так можно протестировать каждый режим отдельно взятой фары. Выключить, включить габариты, дневные, свет ближний, свет дальний, противотуманки. В общем, много всего. А вот это интегрированные боди-контроли B2, один из главнейших блоков автомобиля. Вот на него и вышло обновление. Запускаем обновление и сразу же приборка показывает разные уведомления. Повернулся, да? Он влево повернулся только что. Процесс завершен. Знать бы что, да? Да, да. Знать бы что в этом обновление. Ну, это что-то важное было. Даже для планшета. Четыре минуты обновлялся. В мультимедийном этом. А вот что в нем есть. Ага, смотрите. То есть в этом боди-контроллере есть air-conditioning контроллер. Это не просто какая-то там одна у нас получается. Да, то есть это прям делок. Да. К нему относятся также этот самый давление шин. Все, что касается датчиков давления. Охлаждение батареи смотрю. Да, подогрев. Да, тут куча всего. Показал, что она обновила. Что именно обновил. Но большинство ошибок могло прописаться и в момент того, когда у меня умирал 12-вольтовый аккумулятор. Поэтому серьезно к ним относиться я не буду. Адаптивный круиз, к сожалению, без обновления. Как и усилить и руля. Пока включали калибровку круиз-контроля, включили там в одну галочку тестирования. Из-за чего появилась такая ошибка на приборке и планшете. Выключив ее, ошибка уходит. Интересно, что когда горит ошибка, я даже не могу войти в меню приборной панели. В общем, у меня обновился боди-контроллер и водительское кресло. А на втором сонге эти же блоки, но еще один блок термоменеджмента батареи. У меня этот блок уже был обновленный. Видимо, в Китае обновился до выезда за границу. Кстати, блок термоменеджмента батареи обновляется только если автомобиль полностью выключен. Но и все остальные блоки можно обновить в то время, пока автомобиль тоже выключен. Кстати, этот планшет получает обновление и все новые модели добавляются. Появился сонг-эль, юань-ап появился, но их не было. Правда, сонг-эл уже вышел, когда картинка до сих пор не подгрузилась. Да. Ну и юань-ап вот совсем же свежий, а он уже есть. Вся процедура обновления заняла до 20 минут. Это если просто подключить и сразу запустить обновление. Но мы проверяли и смотрели ошибки и просто смотрели много разной информации. Поэтому у нас ушло несколько часов. Все зависит от вашей ситуации. Теперь осталось дело за малым. Ездить и искать, кто там все же поменялось. Но для чего я все же решил сделать обновление блоков? Обычно человек не может долго ехать на круиз-контроле без прикосновения руля. Через некоторое время раздается предупреждение, чтобы взялись за руль. Но это не мой случай. У меня уникальный автомобиль и я могу вечно ехать на автопилоте с удержанием полосы. И никакого уведомления не получу и отключение этой системы также не происходит. У других же это получается сделать только с использованием бутылки. Единственный нюанс. Вы можете наблюдать, как руль слегка крутит влево-вправо. На других сон-плассах это тоже происходит, но не так явно. Я думал, что некорректно работает датчик на руле, который понимает, касаетесь вы его или нет. Но, видимо, причина в чем-то другом. Оборудование никаких ошибок с этой системы не нашло. Если меня смотрит представитель БиВАДИ, дайте, пожалуйста, обратную связь, что это может быть. Почему у меня так работает? Мне нравится, что машина может вечно так ехать. Но хотелось бы уменьшить виляние рулем. На китайском ютубе я находил информацию, что китайцам тоже не нравится, как работает удержание полосы, когда автомобиль уводит от одной полосы к другой. Кстати, это они называют рисовать дракона. Они же говорят, что если приехать на сервис БиВАДИ и обновить блоки управления, то дракон улетает и больше ничего не рисует. То есть машина держится в центре, и те, кто обновился, довольно работая удержание в полосе. Вот на видео танго после обновления. И в целом видно, что хорошо держит полосу. Единственный момент, что эту информацию я находил только по тангу и хану. И после обновления у меня, увы, ситуация не решилась. Хотя, может, на чемпионах станет лучше. Кстати, напишите в комментариях, как у вас работает удержание в полосе. Рисует ли дракона? Обновляли ли вы чемпиона и стало ли лучше? У меня автомобиль может следовать за автомобилем даже без разметки. Куда поворачивает автомобиль, туда следует и автопилот. Вот полосы он не видит, да и на дороге нет полосы вообще. Вот я включаю круиз, смотри, он увидел сразу же машину, и он за ней едет. Он за ней поворачивает, вот он удерживает руль прямо за ней. Ну, чтобы я в бордюр не вписался. Но... У вас тоже так умеет? Вот кому-кому, но уверен, стоит сделать обновление блоков владельцев топовых ханов и тангов. Тем, кто сделал обновление мультимедиа, и у них появилась настройка DSUSC в планшете, но не работает и не активируются режимы. После обновления блоков у вас заработает этот функционал, и вы получите новые впечатления от автомобиля. И в теории, и подтвержденной практике от китайцев у вас улучшится удержание в полосе. Вот в салоне стоит BVD Tank, и после обновления у него активировался полноценный DSUSC. Если вы сделали обновление своего автомобиля, напишите, что вы заметили, или какие проблемы ушли после обновления, и какие блоки у вас обновились. Подпишись на канал, чтобы не пропустить еще много интересного.